Добрый день всем! Как слышно? Мы сейчас должны быть уже в трём эфире. Здесь находятся Роза Верко, Узбекистан, женскую глазами. Рад пригласить вас на свой курс и вискутный филей. В этот раз мы будем очень рады обсудить историю женщин в бюджетской танце и также осветить вопрос о роли женщин в бюджетской танце, о том, как это всё становилось, как это развивалось, о том, с какими вызовами и специальными предрассудками мы, возможно, сталкивались на свой курс. И также попробуем взглянуть вообще о том, куда это всё идёт, как это будет дальше развиваться. Это неформальная дискуссия, но мы будем рады, если у наших зрителей будет интерес к этой теме и, конечно, вы можете задавать вопросы. Напомню ещё раз, Узбекистан, женскими глазами или Узбекистан, это неформальный и независимый проект Камилы Султановой, Малеки Шариповой и мой, Зайна Пухамадос. Наша цель – помочь открыть Узбекистан с новой стороны, а также помочь и мотивировать девочек, чтобы они не боялись и стремились осуществить свои миссии. Итак, значит, наши студии, как я уже сказала, представлю всех по алфавитному порядку по имени, значит, Дилером Матрахимова. Это очень талантливая дисковщица, ведущая солистка, ансамбля, песни и танцы на плахор при бакузаснике в Узбекистане, обладательница многих приемий наград. Она является выпускницей Государственной академии хореографии Узбекистана, но она также недавно закончила магистратуру с отличием в Академии русского балета Ивана Вагановой по специальности искусства хореографа. Что интересно, это первая магистратура Узбекистана из Узбекистана за последние 27 лет. Поздравляю вас, Дилером. Спасибо, благодарю. Еще одна наша участница – это Сергея Макисраилова, заслуженная артистка Узбекистана, она была ведущей солисткой в ансамбле песни и танцев «Шаблик» под руководством народного артистка Узбекистана Фатиром Хаминова. Она также выступала как ведущая артистка балета Театра танцев «Узбекистана» от руководства Малиши Ахаруи. Сейчас Акдиана присоединилась к нам из США, и для этого мы ее подняли до мультики «Рано», за что ей особое спасибо. Очень приятно. Здравствуйте всем. И, наконец, Роза. Роза Верко – это независимый исследователь узбекского танца, которая сделала очень немало для того, чтобы об узбекском танце узнал не только русскоговорящий мир, но и английский мир. Ее статьи появлялись на BBC, на платформах Voices of Central Asia и также Central Asia Analytical Network. В 2019 году она была награждена грамотой Харинзамского артистка, за руководством фестиваля «Рап секрет», «Магия танца», проходившим в Киеве. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Итак, давайте тогда начнем с самого начала. Естественно, без истории нету настоящего и нету будущего. Поэтому мой первый вопрос, он будет об истории женского узбекского танца и о его развитии. Конечно же, нам было бы интересно узнать о социальном аспектуре этого вопроса. Роза? Здравствуйте всем. Спасибо Зайна за приглашение. С большим удовольствием присоединилась к этому вебинару. Я хотела бы начать это короткое представление с упоминания двух легендарных женщин, без упоминания которых невозможно говорить о развитии узбекского профессионального сценического танца. Это, конечно, Тамара Ханун и Мукарам Тургумбаева. Обе народные артистки Советского Союза, обе танцовщицы, хрилографы, великимистеры, актрисы. Тамара Ханун к тому же основала первую балетную школу в Узбекистане, а Мукарам Тургумбаева основала в мирно известный ансамбль «Бахор». Это я просто напоминаю, об этом, я думаю, все знают. Ну, конечно же, они в самом раннем начале своего профессионального пути очень сильно столкнулись с социальными препонами и вызовами, которые были очень сильны в то время, в начале XIX века. И чтобы понять, насколько рискованно было их занятие танцем, достаточно вспомнить историческую реальность того времени. Мы знаем, что ислам был установлен в Тургистане с VII века. И, конечно, это принесло свои какие-то ограничения и традиции в каждую семью. Это обязательное ношение паранжи, закрытие лица чачванам, это разделение мужчин и женщин во время семейных или каких-то других общественных праздников, обрядов и так далее. Все это нанесло какую-то определенную печать на поведение женщины, на то, что считалось хорошим, достойным, что не считалось приемлемым. И бороться с этим было очень трудно. И, как мы знаем, что советская власть, она как бы принесла вот эту новую кампанию, которая называлась «Худжу», что, в принципе, означало изменение социального статуса не только узбекской женщины, но вообще женщин в Средней Азии. И самым кардинальным как бы пиком вот этой кампании было снятие паранжи публично и сжигание паранжи. И, конечно, этот акт был очень-очень болезненный. Он проходил очень сложно. В общей сложности эта кампания заняла 15 лет. И только в Узбекистане в 1927-1928 году свыше 2500 женщин были убиты за то, что они посмели снять паранжи. И, конечно, это приходило извне, из их семей. То есть это, конечно, очень такой грустный факт, но это факт. И это как бы в своем роде отражалось и на судьбе женщин, которые впервые осмелились танцевать. Потому что для женщин-танцовщиц это был как бы двойной риск. С одной стороны, снять паранжи, но с другой стороны, не только снять паранжи, но еще и танцевать на публике с открытым лицом. Это вызывало ярость фундаменталистов, поклонников, тех, кто поддерживал старый традиционный уклад жизни. И, конечно, Тамара Хаду, ей было в какой-то степени немножко легче, в том плане, что, как все знают, она была армянской национальности. У нее не было сопротивления, приходившего из ее семьи. Но, тем не менее, она тоже подвергалась в начале своей карьеры нападкам, угрозам. И ее жизнь была не раз под угрозой. Но, тем не менее, она преодолела. И, как Авдеева в ее воспоминаниях о Тамаре Хану пишет, Тамара Хану говорила, что быть танцовщицей в то время было не просто только заниматься танцем, но это было еще занять агитацией, потому что ей приходилось разговаривать со многими девушками, молодыми женщинами, привлекать их в свой ансамбль. Это был первый этнографический ансамбль под руководством Кореи. Кубы были созданы в 20-х годах. Это было очень сложно. Причем сопротивление шло не только от мужчин. То есть мы не можем создавать белый-черный такую картинку. Сопротивление шло также со стороны самих женщин, которые считали, что это неправильно, это нарушение традиционных устоев, это не должно быть приемлемо с точки зрения узбекской традиционной женщины. И поэтому у Тамаре Хану и также тем, кто поддерживал ее, было очень-очень сложно. Они проводили огромную агитационную работу. И когда она стала выступать в составе этнографической группы Кореи Якубова, в первое время сам Кореи Якубов был также под давлением со стороны руководства не брать юную Тамару Хану на выступления, на гастроли, потому что они боялись скандала. И скандалы действительно были, и драчи были. Но тем не менее юная Тамара Хану была верна своей цели, своей страсти, своему интересу и своему таланту. То есть тем самым она показала пример, как выбирать свой жизненный путь, свою профессию, преодолевать вот эти препятствия. И что интересно, даже тот вот сценический новый танец, который Тамара Хану создала в свое время, он отразил также и тенденции ее времени. То есть пластика танца, лексикография, сценическая танца, она поменялась. Пришел как бы более-то был уверенный, уверенный поступь, новые интересные и стремительные комбинации, больше энергии в танце, больше волевых таких жестов с сохранением тех же традиционных, мягких, красивых, лиричных движений, которые были всегда характерны для узбекского танца. Но тем не менее это уже не был танец Ичкари, танец малых форм, который был приспособлен только для маленькой территории, показывающей такую грустную женщину, которая думает о любимом, которая как бы в грусти появились такие энергичные, зажигательные, счастливые танцы. То есть вот эти социальные перемены в идентичности женщины, в ее социальном статусе, они отразились и на почерке, если можно так сказать, нового сценического узбекского танца. И плюс многожанровость танца, которую Тамар Ханнов тоже развела. Но мы не будем говорить об этом много. Хочу также упомянуть, что легендарная Мукарам Турганбаева тоже в начале своего пути преодолела очень много препятствий, потому что она рано потеряла родителей, воспитывалась дядей, который тоже был совершенно против ее увлечения танцем. В 16-е ей пришлось уйти и заняться своей карьерой, стать артисткой Самаркандского музыкально-драматического театра. Но все это было бы очень-очень сложно. Но вот они первые как бы магикане, которые прорвали вот эту стену и создали потом целую блестящую плеяду танцовщиц. Я не хочу занимать много времени, я думаю, все поняли, как социальные препоны были на пути белых. Конечно. Дело в том, что я совершенно согласна с вами, Роза, то, что именно эти социальные препоны, они имеют большую роль и сегодня. И интересно именно знать истоки некоторых стереотипов, некоторых предрассудков, потому что они все откуда-то растут, не так ли? Поэтому к предрассудкам мы еще вернемся чуть позже в этой дискуссии. А вот сейчас мне вот хотелось бы именно затронуть вопрос о том, что как социальное влияло затем на движение, на определенное исполнение каких-то движений в танце. Может быть, сейчас мы также смогли бы поговорить о том, как ситуация обстоит в сегодняшнее время. И ваш взгляд на состояние изучения танцев также, может быть, если Дилером или Сагдьяна захотят этот вопрос осветить, я буду рада. Говорить про научное исследование, научно-исследовательскую работу по узбекскому танцу, то она началась в 30-е годы 20-го века, потому что в республике был основан институт искусствознания. И в развитии и становлении именно научно-исследовательской работы сыграли такую большую роль люди, такие как Ирейда Георгиевна Бахта, Любовь Авдеева, Рози Акалимова и многие другие. В становлении именно практической стороны узбекского танца немаловажную роль сыграло этнографический материал, который был собран тоже так же в 30-е и 40-е годы 20-го века. Были проведены фольклорно-этнографические экспедиции во главе с Толстовым. Мне кажется, именно это послужило становлением именно профессионального танцевального искусства в Узбекистане. Нет, это первые шаги и это первая литература, по которому мы потом в дальнейшем стали изучать и практическую сторону делать, выше-выше-выше развивать, что касается научно-исследовательской работы. И теперь сейчас в образовательных учреждениях по учебникам Любовь Авдеева, Рози Каримова изучают сейчас все три вот этих локальных школ, которые выделяют в своих исследованиях Любовь Авдеева. Ну вот, что касается научного исследования. Мы вас не слышим. Прошу прощения, технические неполадки. Несутки британские технологии, к сожалению, все равно не идеальны. Значит, спасибо большое, дилерам. Вопрос теперь о том, как движения, возможно, менялись со временем. Может быть, Сагдяна сможет поделиться? Ну, как сказала Роза, что раньше танец, особенно женский, это был только ичкиаре среди женщин. И это все-таки были широкие одежды. Также по рассказу моего отца, который также работал в институте искусствоведения, он профессионально этим занимался, также ездил в разные экспедиции, собирал этнографический материал, сотрудничал с Розе Апой Каримовой. И вот эта вся одежда, не которая сейчас у нас стилизованная, а по телу жилеточки, платья по талии. Раньше же такого не было. Все было, чтобы скрыть женскую фигуру одежды. И, наверное, это подразумевало по собой движение более скованное. То есть, если сейчас девочки танцуют, ну, на протяжении, наверное, лет последних сорока, более широко, то есть это и позиции рук широкие, но раньше, я думаю, что такого не было. Было бы все как-то более закрыто, более не то, что скромно, не так распашисто, не так можно было открыть от души, от других. Ну, не знаю, наверное, в этом... Ну, да, наверное, было более сдержанно, потому что просто не из-за того, что лично стеснялись, но, возможно, им было все еще неудобно, наверное, показать себя и свое мастерство во всех красе. Ну, это мое предположение. Хорошо, а теперь говоря о движении. Вот мы знаем, что каждое движение в узбекском танце означает что-то особенное, то есть нет ни одного движения, у которого не было бы какого-то смысла, особого значения. И вот здесь именно я хотела бы спросить как Сагдиану, так и Дилерон о том, вот какие движения являются их наиболее любимыми или наиболее особыми, которые, может быть, трогают их, особенно за души. И, может быть, вы могли бы их показать и объяснить значение этих движений. Если сейчас, опять-таки, британские технологии нам позволят, я сейчас попробую сыграть, поставить мелодию, если получится. Если же интернет не позволят, тогда мы будем сходить на этот вес. Хорошо. Секундочку. Продолжение следует... Спасибо большое. Секундочку. Я в ферганской. Вы были на месте, потому что иначе бы так звука не позволила бы просто слышать хорошо эту замечательную мелодию. Если бы можете сейчас объединиться, пожалуйста. Да, просто вы сейчас включили мелодию в ферганском направлении, а именно антижанская мелодия была. И здесь в основном, когда танцуем под такую мелодию, мы в основном работаем и вместе с ногами тоже. Поэтому только верхом здесь было немножко примитивненько. Если бы я сейчас встала, это намного лучше. Конечно, очень неожиданно, но спасибо все равно. Прошу прощения. Да, но элемент неожиданности, это мы все любим, потому что так интереснее. Ну, расскажи-то, пожалуйста, может быть, какое бы значение одного из этих движений, которые вы сейчас показали. Потому что я думаю, нам бы было всем интересно узнать, как людям, которые не так знакомы с этим. Ну, я вообще сейчас могу показать, в принципе, движения из ферганской школы, да. Основные движения, например, вот положение гульварги, вот это называется, то есть лепесток цветка. Существует вот первый вариант, вот второй вариант. Мы так показываем лепестки цветка. Есть лябешакяр, например. Раз и два. Это как бы сахарные губки в переводе означают. Раз и два. Или есть бутон губ. Вот такое движение. А потом голова, например. Есть движение змеи, допустим, в танце мунаджа. Вот такое движение. Есть такой вариант этого движения. Такой вариант этого движения. Ну, вот что-то такое. Прекрасно. Очень-очень красивое движение. И действительно, вот я даже не подозревала, например, о том, что раньше, что каждое движение имеет какой-то смысл. И как вы это все показали, намного открывает голосность на санктура. Спасибо. А теперь... Я извиняюсь, Зайна. Возвращаясь к преподаванию, должна сказать, что это целая наука уметь объяснить танцовщице каждое движение. Вот наш Ходоракья, незаменимый, прославленный Ходоракья Муминов, в этом деле он просто спец. Несмотря на то, что он мужчина, он умел и словами, и физически настолько доступно, настолько красиво показать и объяснить тот же самый Лябышакяр, или Гюльбарге, что, ну, просто надо было быть, не знаю, кем, чтобы это не сделать. Это не всем дано. Это целая наука. Конечно. Это именно что наука. Поэтому уметь это объяснить, это талант, которым, возможно, не все обладают. А, Сантьяна, теперь говоря о твоих любимых движениях, может быть, ты нам тоже покажешь? Не обязательно с музыкой, ты можешь просто рассказать историю какого-то движения или, может быть, значения особые. Ну, слушайте, так как я уже давно не активная танцовщица, что я сейчас могу показать? Это не меняет сути. Это все равно одна из ярких представительниц. Не знаю, любое движение. У меня должна вот что сказать. Смотрите, моя мама, в принципе, Директор Джабарова народная в Кузбекистане, она, в принципе, была родоначальницей направления такого танцевального, как я лэ, то есть певец и девочка танцовщица. И, как сказала Деларон в нашей неформальной беседе, что танец зачастую, когда есть певец и есть танцовщица, становится на задний план, выделяет певца. Но во времена, когда моя мама была активной танцовщицей, она всегда за это очень сильно боролась. И я всегда был очень неприятный, когда, допустим, выделяли певца, но абсолютно не обращали внимания на танцовщицу. И вот этот вот закал от мамы, он мне тоже очень сильно передался. Вся песня, которая воспроизводится певцом, словесная, лирика, я имею в виду, да, все слова, танцовщица передает, в принципе, то же самое своими руками, глазами, движением плеч, тела. Так что любой, любой даже взгляд, что я по тебе соскучился, ты должна передать своими глазками. Я тебе посылаю там письма, чуть ли не 10 писем на дню. Это все тоже руками, пальцами, даже мизинчиком. Каждое движение это целая история. Поэтому можно показывать, перечислять неимоверное количество. Посмотришь одним взглядом, ты это слушаешь. Посмотришь вторым взглядом, ты говоришь, а ну-ка иди погуляй. Наука? Конечно. И я думаю, это действительно тема для отдельного вебинара, где мы могли бы об этом подробнее остановиться. Но тем не менее, спасибо большое за это объяснение. И Дидором за прекрасное исполнение. Значит, теперь мы двигаемся дальше. Поговорим о темах, которые, так скажем, о социальных каких-то аспектах, которые не всегда справедливы к женщинам, которые задействованы активно танцуя, то есть профессиональных танцовщицам. Зачастую в Узбекистане мы слышим такие высказывания «ракхосе» или там, не знаю, какие-то стереотипы, которые говорят, что, ну, танцовщица несерьезна. Из этой беседы становится совершенно ясным, что танцовщицы абсолютно серьезные люди, которые относятся ко всему невероятно серьезно и умеют, и являются действительно профессионалами. Но все-таки вот эти предрассудки, они есть. Я так думаю, конечно же, они, возможно, идут, вот, корни идут к этим предрассудкам, о которых, и к тем проблемам, о которых говорила ранее «Роза». Но мне бы хотелось также узнать, вот, сравнить ситуацию сейчас и раньше. Вот, может быть, Дилерон расскажет о том, как эти предрассудки изменились сейчас, или, может быть, Сыгдиана может отметить о том, сталкивалась ли она с этими предрассудками раньше, или слышала ли она о том, как другие девочки, может быть, подвергались некой, не знаю, дискриминации, может быть, какой-то критики за то, что они просто танцовщики. Сыгдиана, тебя не слышно, если ты можешь напоснать. А я люблю тут себя, да. Ну, предрассудки были, я думаю, они до сих пор и есть. Это не что-то такое лёгкое, что можно искоренить на 100%. Ну, слушайте, если ты любишь то, что ты делаешь, если ты профессионал этого дела, и если ты посвятила всю себя, тем более, что если у тебя есть перед глазами пример, твои родители, мои родители, оба выходцы хореографического училища, один дослужился до звания народного артиста, второй стал кандидатом московодических наук, хотя был танцовщиком, но не продолжил в этой сфере, ушёл в науку, но опять-таки исследовал, развивал узбекский, узбекское танцевальное наследие. Мне было с этим, наверное, справляться немножко легче, но всё равно приходилось слышать и в автобусах, и в троллейбусах у Энчера Хоса, но тем не менее превалировало больше уважения, восторг от людей, которые меня знали, которые меня узнавали, чтобы было неимоверно приятно. Не буду скромничать. Зачем нам нужную скромность? Не надо. Ну, делай своё дело, иди вперёд. Конечно. Спасибо большое. А, Дэн Ром, как обстоят дела в вашем случае, можете вы поделитесь вашими наблюдениями? Ну, я думаю, что предрассудки были, есть и будут, потому что это всё-таки менталитет, который складывался на протяжении нескольких столетий, и эту структуру разрушить очень трудно. Это нужно трудиться, и всё это зависит именно от действующих сегодняшних артисток. Так, чтобы они такое впечатление создали, чтобы семьи смотрели и восхищались ими танцами, чтобы это было что-то гордое, неприступное, такое вот, знаете, чтобы, когда ты смотришь на этот танец, не говорили «Ой, ликеляватте». Вот это слово очень много можно услышать среди народа, знаете, это в первую очередь зависит от самих танцовщиц, потому что сегодня пошла такая тенденция именно искусственная, вот это вот много украшений, пышные платья, которых в принципе не было, и в истории нигде в книжках такого нет. Это такая тенденция, и мне кажется, и из Китая, вот это влияние разных стран. И самое, что интересно, вот эта вот краска трёхслойная, вот этот посыл недушевный, какой-то, знаете, очень неестественно, неприродно. И естественно, людей тоже, я думаю, что не нужно винить, потому что люди что видят, то и соответственно говорят. Это мы, танцовщицы, должны, мне кажется, хороший, профессиональный продукт должны вносить на сцену. Поэтому винить всё время людей, узбеков, узбекский народ, тоже, мне кажется, неправильно. Но всё же есть, да, конечно, люди, которые не понимают этого, а им этого и не нужно объяснять. Правильно Сэгдиана посказала, что каждая танцовщица должна выбирать себе дорогу. И если ты выбрал такое искусство, такое сложное, такое, которое требует огромного труда, то ты должен быть самым лучшим в первых рядах и достойно представлять узбекский танец искусства. И у меня никаких никогда проблем не было, потому что у меня точно такая же история, как у Сэгдиана вы, я тоже из творческой семьи, мои родители всячески всегда меня поддерживали, всегда были хорошие условия для творчества, поэтому мне повезло. Спасибо большое, Дюйоров. Конечно, я согласна с тем, что это большая обязанность, и, естественно, мы не говорим о том, что мы кого-то виним, как народ, но мы говорим о стереотипах, которые иногда мешают девочкам реализоваться, так скажем. Вам, Сэгдианой, и Сэгдианой повезло, в том плане, что их семьи, они были той самой благодатной почвой, где талант девочки был замечен, был также и поддержан, и девочки смогли просто, как говорится на английском, pursue their dream, следовать своей мечте. А вот как быть девочкам, которые, возможно, родились не в артистической семье, но у них есть задатки, но, к сожалению, из-за вот этих вот клише они не могли стать танцовщицей. Вот может быть, я думаю, расскажет Роза нам об этом. Наверняка она, человек, изучающий эту проблему, этот аспект, может тоже нам рассказать об этом. Может быть, вы с чем-то сталкивались? Лично? Или же о случаях, о которых вы слышали? Ну, я могу сказать, что я с детства очень любила балет, очень любила танцы и могла часами завороженно смотреть, но это было по телевизору, завороженно смотреть, это было что-то пришедшее от природы. Я даже не могла понять, почему я завороженно могла часами смотреть. И многие говорят, я любила танцевать. Когда я слышала музыку ритмичную, я не могла стоять на месте. Я сама с собой телом начинала двигаться и танцевать. И получалось очень хорошо, вспоминая, что говорили наши гости, потому что у меня папа был уйгур, у нас дома часто были уйгуры, и как всегда, когда уйгурская вечеринка обязательно заканчивается танцами. Все это мне безумно нравилось, у меня очень хорошо получалось, многие говорили даже моим родителям отдать ее в танцы, у нее есть талант, у нее есть способности. Но папа мой, которого я очень любила и буртворила, был против этого, он считал, что это несерьезная профессия, что будет как-то, не знаю, он говорит, что ты будешь выходить на сцену, я не могу говорить сейчас, что он сказал, но ему не нравилась степень оголения балерин, например, вот это ему не нравилось, это было против его традиционных мусульманских воззрений. И вот так вот я не состоялась как танцовщица, но вот в таком возрасте уже я решила, ну хорошо, я не могу сейчас танцевать, уже довольно поздно, надо начинать с раннего детства, давай-ка я буду лучше писать, потому что мне это очень нравится, мне это очень интересно, мне это доставляет удовольствие, и еще это приносит мне, дает мне возможность знакомиться с удивительными людьми, вот как с Дианой, как с Диларум, когда я ездила в Ташкент, в Хиву, я тоже познакомилась с удивительными людьми, я в постоянном контакте с легендарной Маваевой Гульнарой Низамовной, я ее очень люблю, звоню к ней периодически, поздравляю, мне это дает силу и энергию, и я очень рада, что я нашла вот эту маленькую нишу, быть все равно привязанной вот таким образом к танцу, который я с детства очень любила, но это вот мой маленький пример. Ну, смотрите, как я угадала, потому что мне так кажется, что все-таки люди, у кого есть неподдельный интерес к искусству танца, все-таки в них есть какие-то задатки тоже, и может быть при иных условиях мы бы услышали о великолепной танцовщице Розе Верко, но тогда бы не услышали о исследователе Розе Верко, так что, может быть, как говорится, все, что не делается к лучшему, я, по крайней мере, хотелось бы, конечно, мне хотелось бы в это верить, но в то же время иногда жалко то, что девочкам просто не разрешают танцевать, хотя им очень хочется. А как вы думаете, что нужно делать для того, чтобы это изменилось? Вы или Сагдиана, или Дилерон, может быть, вы сможете поделиться с ними. Ну, слушайте, ну, опять-таки, это должно быть в культуре государства, хотя в культуре государства, мне, наверное, Дилерон не даст собрать, и Роза по своим исследованиям. Наверное, в культуре государства сейчас это присутствует. Внимание уделяется развитию узбекского танца. Я даже помню, вы знаете, у нас был такой случай на одном из правительственных мероприятий во времена Каримова. Президент сам решил зайти к народу, так сказать, к артистам. Нас собрали в отдельной комнате, он к нам зашел и реально просто такие житейские бытовые вопросы начал задавать, как мы живем, как мы работаем, где мы работаем, все ли у нас хорошо, какие у нас зарплаты. В то время были сумку, я не помню, какие были зарплаты, но президент был удивлен на самом деле и удивлен тем, что у нас не было здания в то время, что артисты, которые работают на президентских приемах, не имеют своего здания. И когда ему это озвучили, то есть в какой-то там кратчайший срок нам дали здание, правда, его потом опять забрали, но его все-таки дали. Если это идет на уровне государственного рассмотрения, это тоже немаловажно. И главное, чтобы потом от государственного рассмотрения спускалось по всем ниже, всем нижним ступенькам и доходило именно до уровня, как сказать, практического. Ну и опять-таки, наверное, какие-то культурно обучающие передачи, может быть, о танцовщицах, об искусстве, о балете. Я уверена, что сейчас это все есть, но, может быть, не настолько, насколько хотелось бы это развито, но, мне кажется, это развивается очень быстро в Узбекистане. Спасибо, Загдиана. А, Дюлером, вы что скажете, как вы думаете, как вы могли происходить эту проблему, если у вас есть наполнение? Да, я хочу продолжить мнение Загдиана Пы и напомнить, что вот во времена советское время, вот, да, когда ансамбль Бахор был самым передовым ансамблем, тогда были посвященные передачи, именно солисткам, да, например, танцует Аляфрус Джабарова, та же самая, или танцует Мамура Иргашева, Казлархонда Мухамедова, так они по телевидению очень много раз показывали эти передачи, люди так знакомились с ними, выпускались очень много тиражей этих календарей, где были фотографии, то есть уровень и отношение к танцу был другим, сейчас этого нету, сейчас нету ни передач, нет непосвященных каких-то кинофильмов, например, кинофильм про такой-то танцовщицу, да, и поехали танцы в ряд, репертуар, потом, например, когда выступала в каких-то мероприятиях танцовщица, танцевала соло какое-то, да, объявляли, номер-то такой-то, композитор такой-то, хореограф такой-то, а вот исполняет заслуженная артистка так-то, так-то, и вот до людей это же ведь информация доходила, и люди запоминали, кто это танцует, а сейчас, к сожалению, этого нет, и хотелось бы чтобы обратили на это внимание. Мне кажется, это справедливое замечание, Дилерон, действительно, показать и рассказать об искусстве через историю той или иной танцовщицы, а у нас ведь очень много таких вот талантливых людей, очень много громких имен, о которых можно снимать чуть ли не сериалы документальные, есть ли это действительно наладить и показывать и образовывать народ через культурные программы, сделать своего рода аналог телеканала культуры, да, Мадонет, например, где мы могли бы об этом говорить и показать искусство и профессиональность наших замечательных женщин, то это было бы, конечно, просто замечательно, и это могло бы действительно разбить очень многие стереотипы. Сагдияна, кажется, у нас пропала из эфира, надеюсь, она скоро вернется. Наверное, в Америке сейчас тоже интернет не всегда работает хорошо. Но мы можем продолжить, конечно, беседу, надеюсь, что она скоро подключится обратно в эфир. Я хотела бы также сказать, хотела бы узнать ваше мнение Телером и Роза о том, вот как сейчас идет поддержка государства, как она оказывается в данном время. Вот Сагдияна нам рассказала о том, как это было в то время, то есть дали здание, что было приятно, потом, к сожалению, его забрали, но как сейчас обстоит ситуация, я знаю, что делается немало позитивного и как было отмечено, хотелось бы, чтобы красивые указы и принятые постановления также исполнялись на местах. Может быть, вы могли бы рассказать нам дилером, особенно потому, что вы сейчас в Ташкенте, может быть, вы бы рассказали нам о своих ожиданиях, что сейчас делаете, чему вы рады и каковы были бы ваши пожелания. Конечно, радостных и положительных моментов много, я считаю, особенно мне почему-то очень повезло, потому что я стала первой студенткой, которая выехала за границу за 25 лет, которая смогла выступить и получить гран-при на международном конкурсе, который проходил в городе Санкт-Петербург. До этого не было такого вообще и возможности, именно я имею в виду со стороны государства, потому что оплата, проживание, это все было со стороны государства. Это 2015 год начинаем. Потом в 2016 году я также участвовала в Болгарии, был международный конкурс, я там также первое место получила. Это тоже была поддержка со стороны государства. Что еще примечательно, это то, что границы между странами открылись и стали проводиться Дни культуры Узбекистана. И вот целью мероприятия является ознакомление принимающего населения с богатой культурой Узбекистана. В рамках этого проекта были проведены концертные программы и были выставки прикладного искусства Узбекистана. Эти мероприятия проводились в Киргизстане, Казахстане, в Туркмении, в Татарстане, в России, в Японии, в Корее. Мне кажется, это уже говорит о том, что идет некий шаг вперед. Люди узнают, люди видят, что в Узбекистане есть талантливые молодежи и мастера искусств. Еще такой примечательный момент, это то, что образована Государственная Академия Хореографии на базе Высшей школы национального танца и хореографии. Это было принято недавно постановление президента о мерах кардинального совершенствования системы образования именно в сфере танцевального искусства. И также был принят указ о мерах организации деятельности государственной филармонии Узбекистана, при котором сейчас действующих четыре песенно-танцевальных коллектива, ансамблей, вот среди которых на похоре я сейчас действующий артист балета. И мы надеемся на то, что этот указ войдет в силу. Сейчас карантин и мы надеемся, что все в ближайшее время закончится и нам дадут зал, нам дадут раздеварку, нам дадут вообще возможность проявить себя и показать на высшем уровне профессиональный репертуар в разных концертных залах Узбекистана. Я тоже на это очень надеюсь, потому что действительно это неправильно такая ситуация, когда просто у ансамбля нету своего зала, нету своего физического пространства, где они могли бы просто дальше развивать свое искусство. И заметим, это просто, мне кажется, наиболее яркая и вообще красивая визитная карточка Узбекистана, его танец, и особенно его девушки, женщины, узбекские женщины, которые так и замечательно исполняют эти танцы. Поэтому, мне кажется, тут приоритет должен быть на то, чтобы это развивать дальше, просто чтобы наследие узбекской танцы продолжалось и дальше. Как мы знаем, Узбекистан, он уже, узбекский танец был уже включен в реестр ЮНЕСКО, нематериального наследия, среди них, естественно, и лазги, и другие подвиды танца, и также наши МАХОМ, ХЕРТАШУЛА. Это все очень радует, и хотелось бы, чтобы это дальше продолжалось, и будем надеяться, но я думаю, что об этом надо также и говорить, и писать, как мы уже отметили, о том, что нужно больше материалов, просвещающих народ, и также просвещающих в какой-то степени и чиновников, наверное, которые так или иначе к этому имеют отношение. Теперь, говоря о выпускницах, пропорции выпускниц хореографических учреждений в Узбекистане, все-таки мне интересно это озвучить через цифры. Если у кого-то, может быть, у Розы, или у Беларон, или у Сангриана есть какие-то данные или сведения о том, сколько девочек или девушек заканчивают учреждения эти, или насколько они, насколько мы их можем сравнить с количеством мужчин, которые заканчивают эти учреждения? Ну, насколько я помню, в мое время весь поток был, грубо говоря, пристроен. Все пошли сразу танцевать, все работали в столичных театрах, кто-то пошел в театр оперы и балета, кто-то пошел, естественно, балерины и мальчики, танцовщики пошли в театр на ВАИ. Ребята народного отделения, хотя их было ну, раза в два меньше, чем девочек, но все равно все пошли тоже работать. На то время ансамбль Зиравшан у нас существовал, сейчас он, по-моему, тоже уже восстановился, да, Долором? Мужской? Нет. Девочки работали, что был большой набор, естественно, в ансамбль Бахор, но также и Лязги, и Зиравшан, и Шадлик, конечно же. Бахор, Шадлик, Лязги, Зиравшан. Ну, как-то в то время почти весь курс он сразу начинал работать. Потом со временем как-то, мне кажется, выпускающихся и количество трудящихся на сцене государства уменьшилось. Не знаю, как в данное время. Спасибо, Сергеяна, понятно. А Дилерон, как на ваш взгляд сейчас ситуация стоит, если мы сравним эти два периода? Сейчас насчет я могу сказать, что по количеству больше, наверное, но также прослеживается тот момент, что мальчиков гораздо меньше, чем девушек. Но есть еще плюс такой момент, что и не все же после окончания хореографического училища идут по своей профессии работать. Но тем не менее сейчас в республике существуют четыре ансамбля песни и танца при государственной филармонии, один как бы молодой балет при театре на войне. То есть это уже говорит о большом количестве Узбекистан под руководством народного артиста Узбекистана Кадыра Муминова, Навбахор, вот молодой, самый молодой среди всех, под руководством заслуженной артистки Узбекистана моей мамы Гурмира Шириновой, Наврус под руководством Зарины Ахмедовой и Лязги тоже так же существует. Вот четыре ансамбля. И также молодой балет при Габет, там руководитель ансамбль Тумор, там руководитель Чарос Джурабаева. То есть достаточно артистов балета, достаточно молодых, талантливых девушек. Спасибо большое, Дедо. Теперь мне бы хотелось, прежде чем мы посмотрим на вопросы в комментариях к нашему Facebook-посту, я хотела бы спросить вас о том, в каком направлении вы думаете сейчас будет идти изучение узбекских танцев, вот учитывая сегодняшние реалии, вот к сожалению коронавирус очень многое поставил сверх с ног на голову, очень многое изменилось, нам пришлось адаптироваться к новым условиям жизни. Это помимо того стресса и вот этого, этой травмы, которую люди сегодня испытывают из-за того, что ситуация на самом деле очень сложная. Что бы вы сказали, вот как дальше будет идти дело, учитывая вот эти реалии, как мы можем дальше изучать танцы, скажем, не только чтобы на профессиональном уровне, но может быть и на любительском. То есть можем ли вообще говорить о том, что подобно другим дисциплинам, которые сейчас тоже перешли на ремонт, на дистанционное обучение, что танец тоже можно изучить так или хотя бы ознакомливаться с какими-то его аспектами. с танцем при мастер-классе Долором. Я со стороны наблюдала. Но так, чтобы, наверное, профессионально заниматься, мне кажется, это нужен физический контакт. Это должен быть физический контакт, пот, крошь, как говорится, онлайн. Я по-своему ребенку, который занимается гимнастикой, я бы не сказала, что это хорошо, но это не отлично. Мне немножко добавить тоже. Алло? Меня слышно, да? Меня слышно? Окей. Просто мы заговорили об онлайновом режиме преподавания танцев. Я просто хотела поделиться нашим опытом. Мы недавно проводили компанию «Танц в Узбекистан» или «Танцуй в Узбекистан». Цель этой компании была чисто благотворительная. Мы просто хотели собрать средства в помощь проекту COVID-19 «Солидарити в Узбекистан», COVID-19 «Солидарность с Узбекистаном», который был основан группой узбекских профессионалов, живущих и работающих в Англии, во Франции, в основном и в других странах мира, то есть целая команда компании, которая называется COVID-19 «Солидарити в Узбекистан». Но часть вот этого большого проекта была как раз был проект «Солидарити в Узбекистан». Идея проекта принадлежала Камоле Махмудовой, банкиру из Европейского банка по развитию. Очень отличная идея. Проводилась эта кампания вместе с Британско-Узбекским обществом, которое я тоже представляла. И мы пригласили очень талантливых танцоров. Вот Диларома Матрахимова была тоже. Она показала нам, дала онлайновый урок по лязги. Была Дильноза Артикова, которая тоже показала лязги хорезмские. Потом у нас был, сейчас я посмотрю, Рашид Шадад, который проживает в Лондоне. Ширин Джалилова, который является преподавателем Ташкентской государственной академии танца. Ширзот Кенжибаев, который является лауреатом. По-моему, он обладатель премии Нихол, Нихол тоже. И Уляндон Куранбаева. И в результате вот такой онлайновой кампании мы показали несколько танцев. Это антижанская, полька, лязги, Дельхорош. И по-моему, еще и не напомните, какой у нас был. По-моему, Сурхандаринский танец, который показали Гуляндон Куранбаева и Рашид Шадад. Потому что мы показывали женскую и мужскую роль. Так вот, это, конечно, не преследовало, эта кампания, она не преследовала профессиональное преподавание. Это было для любителей, для широкой публики, которая просто интересуется узбекским танцем. И чему мы поразились, что это была очень успешная кампания, которая показала огромный интерес к узбекскому танцу во всех уголках мира. Потому что у нас были участники этих онлайн-классов буквально со всех континентов мира, включая и страны Европы, и Канаду, и США, и Южную Америку, и Новую Зеландию, Австралию. Размах был просто невероятный, географический как бы размах этой кампании. И спасибо большое нашим танцорам, участникам, что они так поддержали, показали. И я думаю, это была отличная альтернативная платформа, чтобы продвигать узбекский танец настоящими, показанными, причем настоящими профессионалами, суперпрофессионалами своего дела, сделать доброе дело, помочь собрать необходимые фонды для тех, кто страдает или представляет группу риска в Узбекистане, связанную с ковидом в настоящее время. И это тоже, эти рассказы, классы сопровождались рассказом о символике узбекского танца, о костюме. То есть это, будем сказать, конечно, ничто не заменит живого контакта, живого представления танцоров на сцене. Это самая лучшая форма. Но вот в таких условиях, когда мы ограничены, я думаю, онлайновая платформа это очень хорошая альтернатива. И для людей, которые интересуются узбекским танцем, сохранять эту связь. И для самих профессионалов, которые могут благодаря этому поддерживать свою форму, продвигать себя, продвигать культуру танца. И что там скрывать? В основном профессиональные танцоры, они фрилансеры, им все равно нужно продолжать жить, зарабатывать на жизнь. И если онлайновые классы дают возможность заработать, сделать доброе, делать другим и в то же время что-то заработать, я думаю, это очень хорошо, потому что сейчас официально все концерты обменены из-за карантина. Поэтому надо находить выходы. И вот онлайновые платформы, онлайновые классы, я думаю, это очень хорошая альтернатива, которую не надо пренебрегать. Ну, это мое мнение. Ну, я могу от себя сказать, вот потом, естественно, мы спросим для Рома Сагдзяна тоже. Я просто хотела сделать небольшое добавление. Если бы не эти онлайн-классы, которые просто идеально подошли для этого формата и для благотворительности, это действительно замечательный был проект, чтобы помочь Узбекистану в эти трудные времена. Если бы не этот проект, мой сын бы никогда бы не выпишел сюда и не изобразил бы свое камео, потому что именно благодаря этим вебинарам он стал набивать в последнее время. Хорагю, бой, бой. Или же начинает мне показывать вот эти движения в Лазге, которые, как Шерзот Кендемаев нам объяснял, петуха, изображение... Да, там были движения петуха, изображения змеи. В общем, это все было для нас открытием и тоже возможностью что-то научиться. А так, я бы не знаю, как бы еще мой сын и вообще другие дети, которые тоже участвовали в этих вебинарах, как бы они еще узнали об этих движениях и об истории, проживая в Лондоне. А ведь таких Узбеков немало, ведь диаспора нас раскидала по всему миру. Это и Нью-Йорк, это и Лондон, и Париж, и где еще, я даже не знаю сейчас. Не буду, конечно, все перечислять. Поэтому в этом плане это была очень хорошая инициатива, и мне кажется, что она имеет право быть, потому что сейчас на это перешли не только танцоры, но также и преподаватели музыки, потому что я знаю не понаслышке то, что многие сейчас берут уроки музыки по Zoom, как бы странно это ни звучало. А сейчас спрошу дилерам и сагзианам, если они хотят сделать какое-то добавление к этому. Ну, что касается именно онлайн-классов, это огромный опыт, потому что одно дело, когда ты сама танцуешь и показываешь, а другое дело, когда ты учишь, особенно тех, которые, ну, первый раз, да, это, оказывается, очень трудно, особенно, когда ты не знаешь иностранного языка, у тебя языковой барьер, ты же начинаешь всё равно открывать книжки, читать, и это только в плюс мне пошло. Я начала в истории копаться, потому что разные вопросы, очень интересные даже вопросы, которые меня не интересовали, а их интересовать стало. Я начала просто читать, смотреть, там, чтобы было, ну, как бы, у них хорошее представление, запомнилось, чтобы просто очень простыми словами, чтобы я смогла объяснить им это. Вот, поэтому это не только практический опыт, но и теоретический опыт также. Это хорошая возможность научиться, я тоже точно. Теперь, говоря, сейчас, секундочку, Сыгдяна, сделала добавление. Да, Сыгдяна. Маленькая, опять-таки, чтобы оставаться в хорошей форме самой танцовщицы, которая активно танцует, стержень, сильный, чтобы в условиях меня слышно. Сыгдяна, ты можешь повторить, пожалуйста, потому что, к сожалению, ты прерывалась, если ты еще раз повторишь, чтобы оставаться в хорошей форме танцовщицы. Правильно. Самой танцовщице надо иметь очень сильный внутренний стержень, нужно иметь очень сильную внутреннюю самоорганизацию, чтобы заставлять себя каждый день заниматься классиками, с которой профессиональный танцор, в принципе, не должен жить. Давать себе самой балетный урок, чтобы держать свои мышцы в тонусе, чтобы не забывать, как это вообще танцевать. Это очень тяжело. Я не знаю, как сейчас наши коллективы занимаются ли онлайн классикой, сдаются ли какие-то нормативы каждый день в виде задания своим руководителям. Деларом смеется, значит, что-то там делают. По-моему, наши тоже переключились. Я подозреваю, что это неимоверно тяжело. И если у тебя немножко такая натура... Да, да, да. Делаю завтра. Не хочу. То у тебя будут проблемы, по всей вероятности. Это тяжело. Это, конечно, трудно, но все же есть выход. И я считаю, что для профессиональной формы артистов балета существует множество разновидностей балетной гимнастики именно на полу, на ковриках, для стоп, для общего того, чтобы ты был всегда в форме. И вот на сегодняшний день мы по Zoom ансамбль «Новбофор» каждый день, не скрою, в 8-15 утра начинает заниматься гимнастикой. И мы сдаем также отчеты. Каждую неделю в субботу мы должны снять один танец и отправить руководителю. Вот так у нас проходят рабочие дни. Ну, это прекрасно. Я очень рада это слушать. А теперь, дорогие участницы, я хотела бы обратить внимание на вопросы, которые нам задавали в комментах наши зрители. Вопрос от Альшера Вахматулаева. был упомянут учебник по танцам. Существует ли атлас узбекского танца, когда последний раз его собирали в графике и видеоформате? Вопрос был непонятен. Что про атлас? Существует ли атлас узбекского танца? То есть некого рода сборник или энциклопедия это может быть не только жесткий танец, ведь узбекский танец это же не только жест, это жесткий сценарий. Я вольгу и вне. В один сборник, чтобы собрали все наследие, такого нет. Есть учебники, которые учат основным положением, основным движением, но такого, что нет. К сожалению. Но опять-таки со слов моего папы, мне кажется, что кроме учебника, кроме пособий Руди Каримовой и Авдеевой, за последнее время не один, именно как научная работа, что танец от А до Я, где, зачем и почему, не был выпущен в Узбекистане. Просто как аутсайдер, который человек, который живет как бы не в Узбекистане, да, и с интересом к изучению узбекского танца, я тоже столкнулась с этой трудностью, что нет учебников. То есть, есть вот три учебника Руди Каримовой по истории ферганского танца, хореземского танца и бухарского танца, но их нет нигде в продаже, потому что, когда я была в Ташкенте, я ходила по магазинам, спрашивала, есть ли у вас какие-то книги по истории узбекского танца, ничего нет абсолютно. Единственное, что я нашла книгу Авдеевой, Любови Авдеевой на толпучке книжной в Ташкенте совершенно случайно. Книга была доставлена откуда-то из коробки, я была несказанно рада, потом мне помогла твоя мама Деларом, я смогла сделать копию другого издания учебника Авдеевой. Очень помогла мне также преподаватель из Академии танца в Ташкенте Лидия Насибулина, она вот мне подарила эту книжку, я ей очень благодарна, называется «История узбекского хореографического искусства» Лидия Насибулина. Очень хорошая книжка, но я поняла, что она в ограниченном формате, и она рассчитана именно на студентов Академии танца, изучающих историю танца. Вот так в широком как бы доступе нету ничего, и поэтому это очень насущный вопрос для тех, кто хочет что-то писать или изучать, просто историю узбекского танца. И еще другой момент, с которым я столкнулась, это языковой барьер. То есть я, например, слышала очень интересные работы есть у Гавхар, уважаемый Гавхар Матьякубовой, народной артистки Узбекистана, по истории Лазги, но они на узбекском языке, опять же, продажи их нет. А так хочется почитать, потому что ее книги, они удивительные, они насыщены такой богатой историей не только самого танца, но вообще истории харизма, и они должны быть в широком доступе, и они должны быть переведены на английский язык. Я говорю не только об этой книжке, вообще о многих других книгах. И действительно, нужно как-то это централизовать, создать либо энциклопедию узбекского танца, видеотеку танца, ну, что-то централизованное сделать. И онлайн, в онлайновом режиме, я тоже в интернете, в гугле, очень трудно найти ресурсы какие-то, особенно вот такие, как сказать, up-to-date, которые последние, современные, обновленные, уже как бы в обновленном ракурсе есть обновленные платформы написанные. Вот это очень интересный момент уже, который нужно развивать, если возможно. Спасибо за рекомендацию, Розов. Пожалуйста. У нас еще один вопрос, тоже от Алишера Рахматуллаева. Вопрос касательно настоящего. Как помимо школы проходит развитие классического танца и вопрос насчет будущего. Как вы видите развитие может пойти... Как вы видите может развитие пойти классического танца? То есть, как он будет дальше развиваться? Ваши предсказания или прогнозы? что Алишер имеет в виду под словом классический танец? Балет? Я думаю, это классический Узбекский танец. Ну, Доларом отвечай. Узбекский танец. Но сейчас в Академии вообще есть хорошие педагоги. Я считаю, что они достойны. преподаватели это заслуженная артистка Узбекистана Дельбар Мухамедовна Юнусова, также заслуженная артистка Узбекистана Никина Нигматова. Они сейчас полностью обращаются к книге Рози Каримовой и к наследию Макарам Тургумбаевы. Они восстанавливают все пять частей Дуары Дарса, что очень немаловажно для профессионального узбекского танца. Именно внутри этой Академии. А вне Академии вообще очень много студий. Очень много студий для любителей именно узбекского танца. Я думаю, что это будет продолжаться, потому что интерес именно не к профессиональному, а вот просто танцу очень большой. Вот, например, просто звонят и говорят научите, пожалуйста, танцевать. Вот мне скоро на свадьбу. Вот, чтобы просто уметь как-то... Да, вот такие моменты люди из-за этого ходят в кружки частные, например. Это очень у нас хорошо развито. В Ташкенте бесконечное количество вот таких маленьких-маленьких частных школ. Это очень хорошо. А вот если мы говорим о самом-то, допустим, наверняка есть какие-то вызовы, с которыми классический танец может столкнуться в эти дни. Потому что есть влияние других, не знаю, может быть, коммерческой музыки. Может быть, это тоже как-то может влиять негативно на танец, на его исполнение. в эти дни. Понятно. Есть ли такое или это? Да, да, я оказывается не поняла ваш вопрос, вот я только поняла. Да, есть такое в эстраде сейчас многочисленные песни, ритмы разных народностей, но слова идут как бы узбекские. Получается, в итоге хореограф сталкивается на том, что выбирать ритм или выбирать слова, как танцевать по-узбекски или под ритм, потому что в основном, когда мы танец ставим, мы должны обращать внимание на мелодию, на основу этой песни, поэтому сейчас эта проблема, мне кажется, очень актуальна, и это искажает именно аутентичный узбекский танец, который существует у нас. В основном это сейчас проблема из-за концертов эстрадных певцов, которые вот в дружбе народово. каждый месяц есть такие, и попробуй только объяснить им, что это неправильно, они, но это все равно массовая культура, это не остановить, не остановить массовую культуру. Это не танцевальность, это как живая декорация. А, то есть вы хотите сказать, что танцовщики сейчас, к сожалению, они выступают, то есть их ставят в такое положение, как будто они декорация, нежели персона, которую надо на них смотреть, учиться, чтобы она вдохновляла кубрику. Нет, такого нет, это как украшение, вы знаете, сейчас акцент идет на шоу, чтобы было красиво, свет, музыка такая, битовая, вот, и, конечно же, на первом плане певец, вот, у кого сольный концерт, и сзади массовые какие-то номера, ля-ля-ля, вот так вот, и все, никакого там профессионального танцевального искусства вообще не пахнет. Понятно. Спасибо. Просто, девушки, как это не печально сказать, ну, не то, что не печально сказать, ля-ля-ля, красиво, цветные костюмы, намного легче, чем делать серьезную работу, чем делать серьезный танец, чтобы все соответствовало костюм, то есть, личность, танцовщица, костюм, тематика танца, музыкальное сопровождение, это работа. Ля-ля-ля, красиво, шоу, платья пышные, мейкап, антураж, и это, это легче. Конечно, это, это намного легче, а чтобы заниматься этим серьезно и по существу, для этого нужны средства, и также компетентные люди, которые могли бы эти, эти программы вплотную заняться. Конечно же, у меня есть надежда на то, что мы на этом не остановимся, и поэтому особенно ценно слышать вот рекомендации сэндиана, рекомендации сэндиана, и вообще кухни-беседы, потому что они также могут ответить те или иные вопросы, которые, может быть, мы не могли бы услышать и на, скажем, на национальном в Узбекистане. Спасибо большое вам всем. Я так подумаю. У нас уже, кстати, мы перешли в наш формат в 12 минут, но я даже не заметила. У меня есть вопрос, вот, наконец, напоследок. Что бы вы пожелали девочкам и женщинам Узбекистана, какими бы вы хотели бы их видеть? Что бы вы могли сказать напоследок? Волонтеров нет? Роза? Мне кажется, ну, я, конечно, не профессионал. Следует, к примеру, вот таких легендарных звезд, как Тамара Ханум и Диларум, Мукарам Тургумбаева. У нас есть целая плеяда замечательных современных танцовщиц, которые нам уже сказали, что нужно делать. Просто следуй своей мечте, делай свое дело на высокопрофессиональном уровне, а уважение и признание оно само уже придет. Ну, это мое мнение, просто, как мне профессионал. следовать примеру, который был уже нам задан многими этими великолепными женщинами и звездами. Спасибо. История из Бекспореттанца, она так богата такими примерами. Надо больше развивать, больше говорить. Я просто удивляюсь, почему бы не сделать фильм о Тамаре Хануме и вообще художественный фильм, потому что это целый класс истории из Бекспореттана. Это было бы так интересно. Как говорится на английском speak it to the universe. Вы сейчас это сказали и может быть когда-нибудь этим кто-то займется вплотную. Ну, дайте бог. Дай бог. Миша вам. Диана? Сейчас. У нас теперь слышно. Есть, да, кажется? Окей. Ну, в первую очередь, во-первых, я хотела бы поблагодарить за то, что нас попрала. Роза, было приятно с вами познакомиться. Вы делаете очень благое дело. Вы любите это и признание придет. Доларом, тебе удачи. Я всегда с самых первых твоих детских шажков восхищалась твоим энтузиазмом, твоей улыбкой, твоим огоньком в плодах. Ты молодец, пожалуйста, не потеряй себя. Не потеряйся во всем ненужном. Большое уважение твоей маме и твоему папе и твоей бабушке. А девочкам вообще, может быть, и не только девочкам Узбекистана, женщинам, девушкам, будьте самодостаточными, что бы вы ни делали, на каком поле деятельности вы бы не были. Будьте самодостаточными, самообразовывайтесь, ну и танцуйте. Это самовыражение внутреннего мира, даже если вы не профессионалы. Это кайф. Совершенно верно. Спасибо большое, Сальдиана. И, наконец, Деором. Хочу также поблагодарить вас всех за то, что мы сегодня провели такой хороший вебинар. Я рада была видеть и Розу, и Сальдиана Пу, и Зайна Папу, хотя мы заочно с вами знакомы, но в любом случае обменяться мыслью и поговорить вообще по душам. Спасибо большое, очень было приятно. А вообще я именно хочу пожелать танцовщицам, именно профессиональным, которые хотели бы стать достойным и представителем для метанцевального искусства, побольше читать, побольше самообразовываться и побольше выезжать и путешествовать, потому что танец это в каком-то смысле это наука и только тогда, когда у тебя есть знания, ты можешь какой-то месседж отдать зрителю. Пустых танцев не бывает никогда, поэтому пожалуйста учитесь, пожалуйста самообразовывайтесь, чтобы танец процветал в Узбекистане и чтобы к танцовщицам относились так же, как и раньше, чтобы боготворили каждую солистку. Вот у меня мечта большая такая. Совершенно верно. Я тоже считаю, что нужно просто отдать должное танцовщицам и мне очень бы хотелось, чтобы люди понимали больше и не только в Узбекистане, и в других странах в Узбекистане, чтобы люди понимали, смотрели на танец не только как искусство, писанное искусство, но также и неотримили атрибут визитки их страны, вот особенно Узбекистан, и видели это как возможность для девочек, для женщин вести здоровый образ жизни и счастливый образ жизни, потому что если у человека есть интерес и есть задатки, девочек надо обязательно поддерживать. Именно так мы раскрываем таланты, именно так у нас будут, если не Тамара, потому что такой опыт невозможно повторить, но у нас могут быть новые звезды, новые таланты, просто им нужно дать возможность себя раскрыть, и именно в этом и заключается фишка. Спасибо вам всем большое за то, что вы сегодня приняли участие в четвертом эпизоде проекта Узбекистан женскими глазами, Узбекистан водит и Небось, и желаю вам всем приятных выходных, спасибо еще раз за ваше время, до свидания. Спасибо. Спасибо большое всем, спасибо большое. До свидания. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Узбекистан